Здоровая рекомендации Ну каждому свое потому что вот в рамках студии приходит одна группа и им там лучше подойдет Приходит другая и им лучше подойдет Приходит какой-нибудь метал-кор и вообще другое ставится Им вообще ничего не подходит А от чего это зависит? Это зависит напрямую от стиля, от песен, от музыки. Потому что, если, допустим, мы говорим о каких-нибудь вещах достаточно медленных, типа с кочевыми какими-то простенькими рифами, как, я не знаю, не Тиль Пеппи, не Тиль Парто, то тогда, может быть, да, вполне подойдет какой-нибудь большой ламповый, не знаю, если у ребят там, то это просто сольется в кашу и никуда не пойдет. И таких примеров было много, когда люди, которые не имеют в этом такого вот, ну, прямого опыта, да, практически, они приходят и думают, о, наверное, вот это покатит круче, они через что-нибудь пишут, в итоге все это, человек, который садится это миксовать, он слышит, а что гитарка играет, то есть, а я ничего не могу с кем делать, и все, и он ничего с ним не сделает, вот, поэтому все приходит с таким опытом, то есть для каждого музыканта это становится как бы потенциальным экспириенсом, когда приходишь, один фарад пишешь, другой там, у кого какая гитара, это все, все очень относительное понятие, то есть кто-то, кто-то может дома записаться там в плохой микрофон через 15-ваттный комбик, но он сделает это настолько круто и со вкусом, что ему ничего другого не нужно будет, вот. Так что тут какие-то рекомендации давать совершенно бессмысленно, потому что даже люди, которые в этом разбираются хорошо, я в этом совершенно не разбираюсь, они всегда будут все равно на свое. Собери 10 таких специалистов, они там сойдутся в каких-то общих технических вопросах, да, но у них у всех будет свое субъективное мнение на этот вопрос. Олег, а о гитарах? Какие ты читаешь? Что? Гитары, гитары, гитары. Ну да, что гитары? Какие ты читаешь? Почти нет. Ну, у меня их штук 10, наверное, вот. Первый инструмент у меня был джепсон. Мне он очень-очень нравился, все было здорово. Несмотря на то, что впоследствии появились какие-то гитары, которые звучали на порядок, как-то может быть четче в плане динамики, читаемых что-то еще, на тот момент, когда не было ничего другого, как бы, да, не было вот этого сравнения, да, то есть того, что ты можешь послушать на этой гитаре, на этой. У меня играло все, что мне нужно, то есть никаких проблем не было. И впоследствии у меня произошел такой судьбоносный момент в отношении гитар Шептер. Я был в поисках семиструнных гитаров, потому что очень хотел перейти вот на такой гитар. То есть, чтобы можно было играть какие-то современные тенденции низкого строя, что-то еще, а тем не менее сохранять стандартный гитар. Я не хотел перестраивать. И эти поиски, они привели в итоге к тому, что выбор был очень небольшой. Одна, которая делала заказной инструмент, но у них это все затянулось на больше, чем на год. А про гитары Шептер я был так понаслышке там, то есть у кого-то приехал послушал, у кого-то еще поиграл, еще которые из Америки, старые непонятные были. А потом я узнал, что на тот момент, когда мне нужен был запасной инструмент, я работал уже в команде, где был штатная гитара и Банес Кассейн. Очень специфический инструмент, но далеко не для всего подходящий для того, что в таком жанре играется. И выбор был в Москве всего такой. То есть, либо есть какой-то дорогущий камень, либо есть Шептер за 500 долларов. Мы думаем, наверное какая-то фигня. Поехали слушать игру. И все с инструментом хорошо сочетается. Не поверили. Приехали еще раз, послушали. Но окей, возьмем. И в итоге оказалось, что очень качественный, хороший инструмент был, несмотря на всю свою простоту и дороговизну линейки. И впоследствии они у меня появились несколько раз. Разница всегда есть в дереве, в какой-то нюансировке инструмента. Потому что мне он прям нравится. Сочетаемый, хороший звук, где есть атака, где можно все, что касательно музыки тяжелой, показать. Это очень часто касательно, допустим, дерева типа Ясень. Потому что красное дерево, как ты его не крути, какие-то датчики не ставь, все. Оно не просто звучит так же. Просто не просто звучит и все. То есть, ты пишешь две гитары, которые один строят. Даже одни и те же датчики у меня стояли. Штатный EMG-707. Самый обычный, активный. Одна гитара красное дерево, а другая есть. Разница колоссальная. То есть, как ты там не вычесываешь все это, а так все равно. Один прозвучит близко-близко, а второй будет более размазанным. Но это не значит, что один хуже, другой лучше. Кому чего. Кому чего нравится. Что это классно? Как ты сделал это? Да вот так и стало, что я пришел в контору. Я работал в группе Анш на тот момент. Мы пришли с нашим группой режиссером. Послушали инструмент. А владельцы компании, они знали меня по каким-то совместным выступлениям с Димой Чедверговым. Есть такой у нас очень заслуженный гитарист. Очень много людей переигравший. Один из самых таких метод вообще на нашей культуре, в этом направлении. И они как раз только начали выпускать. Не выпускать в смысле, а у них только появилось такое полноценное дилерство. Им нужен был кто-то, кого взять на реализацию. И я как-то просто судьбоносно туда подвернулся. Но другой вопрос, что мне это как бы просто было близко. То есть, я действительно только на них и играл. Я действительно только играл и играл на сниструках. И именно на этих. Может быть оказался бы на моем месте какой-то другой человек. Ему бы это просто не настолько нужно было бы. Сколько я просто нуждался действительно в этом. И это был очень удачный такой момент. Который я считаю таким очень судьбоносным и приятным. Какая выгода для тебя? Никакой выгоды. Работал я на выставке. Например, сидел несколько дней и играл. То есть, они мне дали один инструмент. Действительно дали. То есть, играть, что тебе не понравилось. Такое было. Через 4 года я попросил еще одну гитару. Которая мне действительно нужна была. Ну, попросил просто инструмент. Который я давно хотел найти. Но, тем не менее, у меня есть несколько других гитар Шектер. Которые я купил. Которые я купил. К чему обязаны? Ну, понимаете, в нашей стране этот вопрос никогда не работает в полную силу. Потому что, например, совсем другое дело, как это происходит на Западе у них. Есть четкие обязанности в том, кому чело. Что на концертах там должна быть реально только вот эта гитара. Они подписывают бумаги. Там барабанщики себе клейк стикеры там на бочки. Там что-то еще. У них есть такой, знаете, налаженный поток в этом отношении. У нас это все делается на таком уровне, так, великом пополам. Если ты с людьми договариваешься, как бы, на словах. Просто все равно за тобой никто не будет ездить, я не знаю, там, в Челябинск смотреть, на чем ты там играл. Вот. Поэтому такой строгости у нас как бы все равно нет. А поскольку ее нет, и у артиста не может быть никакой, такой, очень строгой обязанности перед какой-либо компанией. Да, даже у тех ребят, кто там на ESP играет, например. То есть, то есть, хотя у них может быть сейчас, я не знаю, спросить. Но вообще, в целом, этот вопрос, он в нашей стране такой, он... Многие вот интересуются, вот, а как там Эндорфинг, Эндорфинг? По сути, это дело просто не нужно. То есть, ну, как бы, что это даст человеку, у которого, в принципе, никто как бы толком не знает, да? Ну, получит он Эндорфинг на какую-нибудь там гитару. Ну, максимум он светится в каком-нибудь там каталоге. И каталог будет открывать видео. О, а кто это? Там, или он появится опубликован на каком-то сайте там. Ну, что-то не более того. В жизни человека это ничего не изменит, на самом деле. Окей. Хотел бы ты, мы что бы обсуждали, но не до конца раз обсуждали, все-таки вот назад, как стать гитаристом какой-то западной группы, выступать в США? Как стать гитаристом западной группы? Ну, не так стать, хотел бы ты. Миша, мне это не надо. Хочешь ли ты ему? Забубор. Здесь есть что сказать по этому поводу. Я никогда как бы специально к этому не тянулся, но, слава богу, сложилось так, что у меня в рамках профессиональной деятельности была возможность объездить очень многие места. Я работал в Англии три недели на студии, пять раз мы приближали в США, мы играли тур объектов из сорок городов в Альберии и Малькстене. Мы выступали в Англии, снимали в Швеции, Финляндии на каких-то фестивалях. И я никогда как бы не тянулся, да, для того, чтобы, о, куда-то там ехать, что-то посмотреть. Просто сложилось так, что была такая возможность как бы вот без лишней интриги просто окунуться в это и посмотреть как чего. И я понял, что очень хорошая есть поговорка в России, вот, хорошо там, где нас нет. Это про наших людей. Ни одной ни одной страны другой в мире, где люди сидят и говорят, ой, здесь так все плохо, надо отсюда валить. А сам сидит человек ничего не делает. То есть, рядом живут люди, которые счастливы, они реализовывают себя, что-то еще. Сидит какой-то человек, то есть не какой-то человек, это такая специфика менталитета, может быть, да, что все пытаются как-то там, вот, а я в Англию хочу, а что там хочешь сделать? Ну, там круто, а что там круто? Ну, там круче, чем здесь. Что? Круче что? И просто, когда ты вот в этом крутишь, ты понимаешь, что будучи музыкантом в том же Лос-Анджелесе, ты сталкиваешься с таким же точно сложностями, как здесь, и плюс еще как бы с какими-то проблемами, может быть, разности менталитета, да. Потому что я как бы лично для себя просто увидел, как все работает, я понял, что это надо или капитально переезжать, и перед тем, как ты это сделаешь, ты должен знать, куда и зачем ты поедешь. Потому что, примером того, как из России, там, или из СССР, еще там, или оттуда, я не помню, уезжали разные музыканты, да, и чем он заканчивался, ни за кого. Ну, Гаин из круиза уехал, да, он там пишет музыку, что-то еще, на данном этапе он все равно, то здесь, то там, то здесь, то там. И если у тебя есть какое-то, как это может теоретически быть, там, от кого-то предложение на вполне конкретное время, тогда да, чтобы брать, все бросать, потому что здесь что-то плохо, а там что-то лучше, это полный грех. Потому что в том же Лос-Анджелесе, вот там, какие-то ребята, которые играли в каких-то командах, типа там, Солт, Лайс, Культура, да, то есть группы мирового уровня, они знают с точно такой же ахинеей, как и здесь, играя, там, у кого-то, там, за деньги, там, на каких-то непонятных, там, что-то еще, потому что они думают, как выжить. Тем более, там, западный менталитет, он более весь такой, кредит, деньги, там, все до мелочей, там, сложнее с этим. И я посмотрел вас, и ты понял, да, ну, нафиг, как бы, так, ну, это тоже, по большому счету, просто здесь своя жизнь, там своя, понимаете, это как у нас, там, большая проблема менталитета, это какая-то вот общая такая лень, там, алкоголизм, а там, например, такая же, вот по такой же значимости, ну, не проблема, да, просто факт, что 90% населения, это зазомбированные люди, которые, у них вот жизнь вот-вот там, то есть, он варит пончики, там, с шоколадным наполнителем, а сосед Джон, там, в той же забегаловке с малиной, они, там, по вечерам, смотрят, потерял, все, они вообще не понимают, что в мире происходит. Они знают, как карта Земли выглядит, какие светофоры в других странах, там, с лета, задают вопрос, типа, у вас тоже есть найки? Ну, они попросили, у вас тоже есть найки? Причем, это не потому, что они плохие, да, это потому, что просто у них такая жизнь, ну, очень приветливые, здоровские ребята из ТКС, из ТКС, они задают такие вопросы… «Ааааа, а, а светофора тоже вот ч orient- success». Думаешь, ответим «Да нет, черный фиолетовый, я не знаю там», да. То есть, те, те, те они настолько изолированы там, во-многом, конечно, там, как-то сама страна влияет на это, потому что у нас тут жалуются на рекламу, «такой количество реклам, как там», а то мы тут мелко плавали. У нас другие совершенно иллюзии. У нас в силу специфики языка все намного более хитрые, намного более проворные. У нас вроде бы по организации, по законам бардак, по сути дела. Потому что там контролируйте строки. Человек из машины выкинул, ты получишь свой штраф в 500 долларов. Если оказался иностранцем, тебе еще могут подумать, как его импортировать. У нас, естественно, этого не будет. Но у нас при этом все, находясь на своих местах, умудряются как-то хитро выживать, какие-то придумать обходы. В этом есть большая разница. Поэтому слава богу, что у меня была такая возможность многое увидеть и понять для себя, что я понятия не имею, что я буду здесь делать, если я сюда приеду, но я знаю, что мне делать дома каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok